Всем привет! Экстренное сообщение. Вот это видео, которое вы сейчас увидите, было сначала размещено на канале Андреала Рафаэль. И через некоторое время оно было просто там забанено. Сейчас я его залью к себе. Пожалуйста, посмотрите. Здесь речь идет о главном секрете Слободяна, его вечного двигателя. Просто будете шокированы. Смотрим. На следующий день звонит, когда вот это все узнали, звонит человек со Львова. Он говорит, я последний, кто общался со Слободяном. Прошу отнестись к этому видео достаточно серьезно, потому что это не просто какие-то шутки. Погиб человек, возможно, из-за своей профессиональной деятельности. Изобретатель Слободян Андрей, который создал магнитный генератор. Не потребляющий при этом никаких ресурсов и дающий электроэнергию бесплатно. В общем, сегодня пойдет речь об его ликвидации, а также последнем его секрете. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анрил и добро пожаловать на канал Запрещенной Науки. Ну что ж, друзья, опять плохие новости про Слободяна. Сегодня подтверждаются, к сожалению, плохие новости. То, что его, к сожалению, с нами уже нет. Изобретателя, генератора свободной энергии, к сожалению, убили. Пока что информации очень мало, но она подтверждается. То, что действительно он задохнулся якобы от пожара. Что кондиционер загорелся и произошла вот такая вот плачевная ситуация. Сегодня в видео мы посмотрим последние тайны Слободяна. То, что он не хотел раскрывать, потому что его много шантажировали и так далее. В общем, сегодня вы в этом видео максимально много секретов узнаете и, возможно, сможете повторить генератор свободной энергии. Это не без приколов, это не какие-то громкие заявления, а просто послушайте, внимательно посмотрите то, что я буду показывать в видео и максимально распространяйте. Потому что вот из-за этих секретов его убили. Это не шутка. Так что распространяйте, друзья. Сейчас посмотрим беседу с Андреем Сиртхой. Здесь все, запись включена. Ну что, какие новости вообще? Ну, начнем с того, что я тебе сразу скажу, что я когда еще был в Корее, я чувствовал, что что-то должно произойти. И реально я, ну, как бы, начал говорить, я говорю, Андрей, я говорю, что ты возьми на всякий случай свои вот эти разработки, пораскидай по разным гугл дискам, если не дай бог, что с тобой произойдет, ты эти разработки, чтобы они везде в разных местах всплывали. Андрюха, ты типа зря переживаешь, я в Корее, здесь самая безопасная страна в мире. В итоге шлепнули. Да. А шлепнули, ну, основное, первое. Во-первых, если бы ты был в Южной Корее и видел, как они относятся к технике безопасности, они просто помешаны на здоровье, на технике безопасности. Все, что касается здоровья, техники безопасности, каких-то там нюансов, ну, они просто сумасшедшие. И в этой стране, в люкс-отеле, то есть там, где он жил, ну, это люкс, хаус. И чтобы сигнализация не сработала, ну, срабатывание, вот товарищ мой рассказывал, он говорит, люди, у меня сигнализация стоит, люди на улице поджигают костер, дымок маленький, такой и дом, не срабатывает сигнализация. То представь, чтобы в Южной Корее, в пентхаусе не сработало задымление, сигнализация, не срабатывало тревогу, это раз. Случайно она была в нерабочем состоянии, это раз. Второе, случайно загорелся кондиционер, внешний ток, что туда, внешний блок, туда даже не может попасть, ну, как бы сюда, внутрь, не может даже попасть. Ну, что, через фреон дым пошел еще, это бред, второе, понимаешь. Третье, это чтобы человек спал и не услышал, понимаешь, это он, как этот монарх начал говорить, что он был пьяный. Во-первых, он не пил, потому что у него куча там, он сидел на диете, ты же помнишь, он рассказывал. Ну да, 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 он говорил. Он там со мной, когда ходил в ресторан, он сидел полчаса, ковырялся в меню, говорит, заказывал индивидуальное для себя, чтобы готовить. То есть без соли, без перца, без специй, не дай бог, потому что у него там куча каких-то болячек была. Смысл и в этом, он не бухал вообще. Ну да. Он, типа, говорит, литенки загорелись, это они были, типа, уничтожены. Он не жил в лаборатории, у него лаборатория просто огромная лаборатория. Он жил в пентхаусе, ну, в люкс-отеле, так сказать, понимаете. Он жил вообще отдельно. То есть это абсурдная вещь. И никто не заметил, никто не саписал, ни он не проснул. Вот это, короче, такая сапс чайных совпадений, понимаешь. И еще знаешь, что самое интересное? Типа, как будто он один, значит, был в это время, типа. Да, типа, ну, короче, такой бред такой вообще. Ну, короче, не налазит ни на что. Ну, смысл не в этом. Ладно, мы отмеклись. А я такой в WhatsApp захожу, думаю, что-то странно. Не заходит уже, типа, ну, 12-й день уже как-то странно. Думаю, блин, может, все-таки не пропал. Думаю, может, в отпуск уехал куда-нибудь, вырубил телефон. Мне на следующий день звонит, уже когда вот это все узнали, звонит человек со Львова. Он говорит, я последний, кто общался со Слободяном. Он говорит, что я позвонил, ему в 6 вечера, потому что в WhatsApp написано, что в 6.40 последняя активность в сети была. Говорит, это я последний, кто с ним разговаривал по WhatsApp. Да, он говорит, и мы договорились на следующий день, на 2 часа, а в 6 вечера у нас это в час 12.40 было в Корее. И он говорит, он пошел спать. И он говорит, мы на 2 часа дня говорились на созвон. И он говорит, что он больше на связь не выходил. Валентина, какой кошмар. Да. Вот так, не то, что он говорит, там был. Он вообще, мы, говорит, разговаривали где-то час с чем-то. И он говорит, я встал, я иду спать. В 6.40 по украинскому времени, а по корейскому это было 1.40 или 12.40. То есть 6 с чем-то разница. Вот. Так вот, давай ближе к телу. Значит, секрет. Основное то, что никто, ну, то есть, как бы, многие знали, вот эти... Открой фотки, те, которые ты мне только что сбрасывал. Видишь, там фотка вот эта, там, где вход. Говорите, самый важный секрет. Эти катушки не двигались. Они были мертвыми. Не двигались ни магниты, ни катушки. Это то, что не хотел Слободян никому говорить. Понял, да? И не хотел показывать. Этот BTK, его генератор, работал по принципу стиль иномарка. Двигались только магнитные поля. Понял, почему я просил Слободян. То есть ключи. И когда даже многие заметили, что типа на острове даже Сергей Качан, он сказал, что я там заметил, что он типа барабан просвещался. Да, и он специально его заклеил вот этими блестяшками, чтобы не видно было. Да, 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 да. Потому что там ничего не двигалось. Двигался только вал. если ты посмотришь внимательно видишь там провода и контакт ну провода входят да а нету нигде коллектора нету нигде щеток это все стояло мертво закрепленное понял там работала система магнит полей магнитные поля двигались и нам и и за счет этого учался то есть это принцип стивена марка вот почему и эти товарищи которые там сидели они все знают они его шантажировали платил пожизненную пенсию сказал они постоянно шантажировали просили денег потому что они раскроют секрет его понял это именно именно кто это вот эти все шуководки там эти все товарищи кроме того я не помню по моему из грузии как он его не шантажировал я не помню как его звали это единственный кто не считал все остальные его шантажировать секрет вот это и был секрет он потому боялся страшно никогда не показывают походку догадаются что эти катушки не двигались вот и все только вал двигался и потому на острове там начали все орать вот типа без нагрузки ну то есть сименс когда крутится ремень провисал и видно было что он не нагружен правильно потому что если эти катушки купились было бы видно что он под этим самым ну да 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 он питал только ну питал то что он выдавал несколько киловатт это уже последнее видео которое слободян и он питал этот двигатель двигатель потреблял 1,4 киловатта тупо вытаскивал из этой системы он слышал бутафории этот сименс представляешь вот это все переворачивать все все сейчас будут все когда-то все услышит все будет в шоке потому что все думали что там эти катушки но как обычный ну да 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 самое интересное получается что он эта особенность заметил видимо на том простом двигателе просто он понял видимо как это все работает и сделал вариант бутафорский у слободяна была вообще такая маленькая коробочка он говорил и она там вообще ничего не крутилась просто были коробочка с катушкой вообще ничего не было даже магнитом не было она она выдавала несколько ватт он говорит это было я носил коробочку но куда-то он ее делал или он ее сознательно спрятал или что он типа сказал что ну ее больше нет почему опять если бы я так понимаю это уже нет маян если бы знали что у нее есть эта коробочка многие бы подумали может быть там тоже ничего не двигается так это получается смотри это по сути первые видосы на его канале как раз вот есть где-то коробочка он ее называл типа пи себе какая-то там коробка типа что такое и он от нее типа лампочку включал еще что-то так я сам интересное самое интересное что тот видос то я еще давно видел я еще думаю блин он наверное ну типа понимает как сделать без движущихся частей а вот тут давайте поподробнее генератор по стивену марку это был генератор без движущихся частей сейчас вы увидите видео это одно из первых видео которые выкладывал андрей слободян на своем канале смотрим дмитрий лампочки 50 ватт горю работает сказать пальчику батарейки сейчас я комментировать буду то есть сейчас открою коробочку покажу что там ничего нет это трансформатор это инвертор это конвертер это вот сама основная плата здесь никаких потаемных источников питания нету это работает сейчас включаю видно было как мы запускаем тоже самое сейчас видно что ничего ничего нигде не под работающий образец думаю достаточно так что так 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, да, 90 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мои мысли, монарха использовали в смеху или в открытую, монарх всегда слободян удивлялся, я этого человека никогда в жизни не видел, с ним не общался. Почему он с таким остервенением, с таким явным энтузиазмом нападает, постоянно пытается. То есть видно было, что монарх был очень заинтересован, очень лично заинтересован, он говорит, я удивляюсь, почему так. Я думаю, что разработкой его ликвидации Слободяна занимались давно, потому что дискредитировали, с одной стороны его очень жестко дискредитировали через вот этих товарищей, через монарха и так далее, что типа ничего там нет, там аккумуляторы и так далее. А с другой стороны, они понимали, что если он покажет эту фотку, чтобы там воправдать, что вот ничего нет, Слободян был, находился как это в патовой ситуации, что он не туда, он и не мог показать внутри, потому что все сразу поймут, как работает этот принцип. С другой стороны, он и не мог опровергнуть вот это вот монарха, монарх это тоже понимал, что что-то не так. И он там орал, что аккумуляторы для того, чтобы спровоцировать и показать, что же внутри, в барабане, понимаешь? То есть вот такая вот фигня, и он был в патовой ситуации, он не мог бы ни туда, ни сюда. Неприятность происходила у него. Ну и он меня просил, говорит, ни в коем случае я тебе вышлю, но ты не показывай эту фотографию. Я говорю, да нет, не буду показывать никаких проблем. Ну я думаю, сейчас у меня наоборот цель безопасности, надо ее как раз и показать и рассказать этот секрет, чтобы все понимали. Такая вот фигня. А что с самим генератором-то теперь, не знаешь? Ну что вообще? Мне как-то сказал, я думаю, что его забрали. Забрали, поликвидировали. Ну не то, что генератор. Генератор им не нахер, им нужны были чертежи. Ну да, у него там знаешь сколько, он вот, у меня короче, когда ты вот перестал с ним общаться, да, он много всяких чертежей показывал. Просто типа как, ну, будущее что-то, что есть. Типа вот это можно проверить, вот это типа. И знаешь, там смотришь и много чего интересного было. Жалко, что я ничего это не записывал. Ну там, знаешь, там, блин, чтобы это повторить, я не знаю, нужно реально, реально построить хотя бы минимум 10 БТГ, блин. Именно рабочих. Потому что вот просто так методом тыка там нифига не получится. Ну да. Да. А что Шон, не знаешь там Шон, как вообще? Я с ним пытался выйти на связь, он морозится. Ну, я больше чем уверен. Ну там скорее всего, наверное, компания жене просто перейдет, да, и все получается. Ее же, ну а компания, наверное, закроет, потому что там смысла уже нет. Скорее всего так, его здание, вот эта лаборатория, это, скорее всего, собственность Южной Кореи. Его они взяли, ну я так думаю, я не уверен, правда, скорее всего, на... Он типа как был у них ученый-разработчик. Они его финансировали, они все, то есть он как бы... То есть компания его, но в другой стране здание было выдано просто под научный-разработчик. Это, на самом деле, как это было в реальность, я не знаю. Ну да. Ну такое могло быть. И то есть компанией там скорее всего ничего не будет, потому что он, Шон, он электроники вообще, он просто менеджер. Ну да. Я общался с Шоном, он ничего не понимает, вообще ноль. Ну да, он типа как гуманитарий, типа. Да, он гуманитарий, он как английский он знал, южно-корейский. Гуманитарийский в совершенстве знал, английский в совершенстве знал, разговаривал свободно. Русский знал, то есть он, ну, полигул, в реальности он очень разговаривал. Он в бухгалтерии там все четко знал, все нюансы, все законы вот этой южно-корейской. Да, 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 ну Андрюха говорил, да. Да, он четко это все мог. А что касается электроники, он вообще ноль. Слушай, ну, возможно, его это и спасло, мне кажется. Потому что мне кажется, если бы он тоже знал, бы, наверное, его бы тоже под одну гребенку, мол, сгорели или задохнулись. Ну, во-первых, Шон жил отдельно, а Слободян тоже отдельно. Так что маловероятно. Насколько я помню, Слободян, вот, в последний раз, когда рассказал, где живет, он, говорит, какой-то дом в лесу снимал. Типа тут, говорит, так круто. Он жил на другой берегу речки, он мне показывал, он говорит, там жить дешевле, говорит, я не могу себе позволить жить там, где живет Слободян. Ну, он жил же на Кадмистайл. Это, типа, самый дорогой район в Сеуле. Кадмистайл. Ну, это самый дорогой, там все мажоры живут в этой самой межуторе. Да. Жалко, если все разработки просто в никуда уйдут, конечно. И турбина его. Он тебе показывал ту турбину, когда она уже, типа, даже выдавала? Или нет? У меня есть кое-какие видео, которые я выставлял, я их выставляю, все выставляю, чтобы у меня уже ничего не было. Но вот именно этого не показывал. Короче, я тоже выставлю все, что вообще он, типа, говорил, писал, чтобы все тоже было в сети. Хотя там уже никаких таких секретов нету, просто видосики и все. Ну, он, знаешь, получилось так, что... Чем больше мы будем... Ну, да, лучше в сеть все теперь. Ну, там, смотри, получилось так, что вот этот генератор он полностью доделал. У тебя же есть видос, где он уже собранный новый? Или нету? У тебя есть? Я тебя сейчас скину, смотри. Потом еще есть видео, где он заряжает Теслу от нового генератора. Вот я сейчас тебе прям скину. Все, скинь. Я тебе скину прямо сейчас. Я тоже сейчас это все поваливаю, пусть максимум распространяет, чтобы максимум знали люди. Короче, вот, он просто собрал вот этот генератор полностью. Ну, помнишь, он говорил, то чипов не хватает, то там платы, еще что-то, вот. И в один прекрасный момент он уже показывает, говорит, вот он собранный. Он его показывал, он, короче, знаешь, за сколько запускался до рабочего состояния? Секунды за три, наверное. То есть нажимаешь с кнопки, и вот эта фотка, которая у меня на превьюшке видео, у тебя стоит. Вот этот генератор собранный. У него вот тут, как бы на одном валу стоит BLDC мотор. То есть за счет этого мгновенный старт получается, вот. Но он именно крутился. Он именно крутился, насколько я знаю. Потому что там именно как классический был сделан, то есть катушки и магниты. Вот, он очень быстро включался. И он заряжал Теслу, где-то розетка у него там на 3 киловатта была. Именно настоящую Теслу он подсоединил к этому уже новому генератору. Я не знаю, там было все на финишной прямой. Я вот когда с ним общался, там уже, ну, было вот-вот, типа, я готов, типа, сделать следующий шаг. Он говорит, я хочу, типа, ну, негатив, например, в интернете весь про себя убрать, желательно, ну, как. И сделать, типа, презентацию, что я Теслу заряжаю. Ну, то есть чуть ли, ну, прыгнуть выше головы, короче. Возможно, из-за этого вот что-то нехорошее произошло. Я думаю, что единственное, что ошибку он сделал, ему нужно было нас с тобой пригласить. Я помнишь, я видел, когда будет презентация, пригласи нас с Рафаэлем. Да, хорошо. Так, а не смог пригласить. Эх, мне кажется, знаешь, реально просто нужно было очень большой огласку дать. И реально, вот, я вообще как думал, да, типа, если вообще даже таким заниматься, нужно, знаешь, как вот делать вообще. Ну, что-то такое стрёмное, когда ты, короче, закладываешь, грубо говоря, типа, в ячейку все данные, да, какую-нибудь, ну, типа, YouTube канала. И постоянно продляешь, вот, выкладывание видео, отсрочиваешь, типа. Если все с тобой хорошо, то видос как бы не выходит. Если с тобой что-то происходит, ты там где-то на неделю пропадаешь, просто выкладывается автоматически в сеть все. То есть, типа, вот такого. А он просто думал, знаешь, что, ну, типа, может быть, меня пронесет там или что, но я не знаю просто, как, думал ли он об этом или нет. Да, он мне говорил, что все будет хорошо, Андрюха, типа, зря ты там волнуешься, я, блях, ты бы это самое. Все это, конечно, все хорошо, но я думаю, что не совсем все, я говорю, что желающим. Тем более, он же говорил, эта разработка стоит 100 миллионов и хотел, он сказал, я не буду дешевле продавать, чем 100 миллионов. Он мне много раз сказал, что я говорю, дешевле их продам. Ну, то есть, а вот эти спецслужбы, он, как мне один этот массовый сказал, он говорит, я говорю, слышал, что Хлободян убрал мне. Я говорю, так и так, он говорит, расскажи. Я говорю, ну, типа, задохнулся, он говорит, да, все, я понял, он говорит, это, говорит, убрали спецслужб, я говорю, а что значит, ты понял, он говорит, это их не, типа, стандартно. Он говорит, они первые, они предлагают деньги, предлагают определенную сумму, ну, ему предлагали 10 миллионов, он, говорит, если отказывается раз, два, три, на следующий раз они его убирают, потому что им дешевле его провернуть операцию, даже убрать, чем заплатить столько, сколько он хотел, а хотел он 100 миллионов, вот и все. Да, жесть, конечно. Знаешь, что самое еще подозрительное, то, что вот, когда я с ним, ну, в последний раз, грубо говоря, разговаривал, да, ну, я не знаю, это, наверное, было, может, начало августа, вот так где-то. Он такой раз звонит, ну, я, говорит, наверное, ну, типа, говорит, меня генератор этот достал, типа, да, видимо, из-за всех этих ситуаций, и он говорит, я его хочу, типа, продать, и якобы есть покупатели, то есть крупный какой-то фонд с огромным, там, миллиардным состоянием, реально, там, гигантские деньги, и он сказал такую вещь, что они хотят купить, и, типа, чтобы в интернете не было вообще упоминания об этом генераторе, то есть ни видосиков, ничего, то есть он, как бы, намекнул, что, если что, вот, ну, мол, удали, типа, вот в этом плане. И меня так напрягло, думаю, блин, а вот, знаешь, продаст, а потом его убьют, типа. Ну, вот. А в итоге кто знает, а может быть он, знаешь, подписал контракт, они получили документацию, и все, типа, оно просто отправится в папочку секретного склада куда-нибудь, в зону 51, и куда-нибудь в метро-2 спрячет эти данные, и все. Ну, это и произошло, конечно, в итоге. Ну, самое забавное, знаешь, то, что, вот, когда я последний раз с ним говорил, я, наверное, вот, 10 августа, наверное, тут я сейчас посмотрю даже по WhatsApp, блин. Короче, где-то, наверное, Короче, где-то 5 августа, он, короче, ну, был полон энтузиазма, он, короче, знаешь, что еще придумал? Помнишь то, что, когда вот ты съездил, да, мы с ним потом пообщались, с Андреем, он такой пытался объяснить, как, типа, БТГ работает по-простому так, да, то, что лишнее тепло не используется и все такое. Короче, он, он запатентовал там одну интересную штуку, из-за чего могли его тоже шлепнуть. Она, правда, не настолько интересная, короче, представь, светодиод с встроенным термоэлементом. Короче, у тебя излишки тепла запитывает светодиод, и получается, ты, как бы, экономишь процентов 30 просто из нифига просто. 30 процентов просто экономии. Я тебе могу скинуть фотку, у меня, короче, такой же прототип сделан. Сейчас я тебе попробую в телегу отправить. Короче, он там все запатентовал буквально вот до того, как вот это все случилось. Я думаю, это тоже может быть, потому что, знаешь, он там такие вещи зацепил, он говорит, как только это закончу, говорит, я хочу перебрать вот этот вот закон физики, который, говорит, намеренно, типа, исправлен. Ну, то есть, представь, вот, как бы из тепла получается очень много энергии, которая не учитывается. Ну, 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 я понял. Вот, и мне кажется, знаешь, он стал, наверное, слишком глубоко копать, что, ну, типа, знаешь, уже затронул такие вещи, которые, возможно, ну, типа, никто не должен знать, наверное. Так. Вполне возможно. Он мне, например, рассказывал про опреснение воды практически бесплатное. Да, это то, что электроды и морская вода, типа, как этот, как он называется, как в аккумуляторе. Да, 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 он хотел туркам это продать, но турки что-то думают. Так, я сейчас тебе скину. Вот, посмотри. Вот такую же штуку, вот, типа, на элементе пельтье с одной стороны радиатора, а с другой стороны солнечный, ой, солнечный этот, светодиоды, короче. Ну, просто это грубый мой вариант такой. Я просто хотел это показать, а он говорит, а я патентую, может, типа, не показывай пока. Да, я вижу. Знаешь, что самое интересное, что я это еще хотел давно попробовать, и я что-то раз такой вот сделал это, да, и Слободян такой, говорю, смотри, я, типа, вот эту штуку сделал, говорю, крутая вещь. А он говорит, хочешь, говорит, прикол, а я такую как раз патентую, типа. И он, короче, знаешь, он даже хотел мне помочь, типа, ну, как бы говорится, ну, финансово, да, типа, говорит, поможешь, типа, оборудование для этой штуки найти, говорит, ну, получишь там какой-то, там, процент, может, еще что-то. Настолько человек добрый был. В плане то, что, как говорится, его доброты и порядочности. Он мне, когда звонил, он всегда первое, что спрашивает, что Андрюха, как самочувствие от нее, что ли у тебя в порядке. Ну, вот, не просто, типа, как дела, и там погнали, но про самочувствие, а про детей, про жену, там, все. То есть, в этом плане, это, конечно, да, в том-то и дело. Так, значит, что он еще потом делал? Он, короче, турбиной вот занимался. Смотри, ты с ним, значит, про турбину ты что знаешь? То, что она просто работала, правильно понимаешь? Шаубергер. Шаубергер. Болица. Шаубергер. Добавил с друзьями. жеста. И вот такạn. Шаубергер. Субтитры делал DimaTorzok Это вообще никто не знает, это отдельную вырезку надо сделать. Короче, смотри, фишка такая, что он там, короче, столкнулся с каким-то эффектом непонятным, да, что даже он вообще объяснить близко не смог. Короче, представь, что на определенных оборотах, вот эта вот его установка, вот эта вихревая, да, она, короче, заставляла картинку дергаться на камере, на любой камере без вибраций. Это как? Представь, смотри, знаешь, вот видео, когда вот регистратор стоит, да, и если ты по ямам маленьким будешь ехать, будет все плыть от вибрации. Вот представь, все то же самое, только без малейшей вибрации, и если ты даже за 100 метров эту установку будешь снимать, она будет вот так вот плыть. То есть как будто она, ну как тебе сказать, вот он сказал, да, то, что возможно она что-то с материей делает. То есть там какой-то процесс происходит, либо, ну, типа антигравитация, да, ну что-то происходит, потому что камера это фиксирует, он говорит, что приглашали специалистов с, короче, с оборудованием, да, есть ли какая-то вибрация или какие-то волны, вообще ничего. Только фиксируется на камере, именно как она плывет. Он мне показывал, типа, через WhatsApp, прям в прямой трансляции, да, то, что вот он показывает, и прям вот он волнами плывет, генератор сам. Вот просто. Хоть он даже издалека стоит. Я вспомнил, я вспомнил, где я это слышал. Это рассказывал вот этот, который изобрел магнитный генератор, англичанин, который говорил, что он 15 метров. Сёрл, да. Он говорит, что плыло, Марьево было, что плыло, ну, что изменялось вокруг. А, температура падала, и об этом эффект еще говорил сталкер. Он говорит, что когда он запускал свою установку, говорит, что Марьево было. Понял, да? Что все изменялось вокруг атмосферы. Вот, ну, смотри, тут именно фишка, знаешь, в чем? То, что визуально, когда человек смотрит, никакой разницы не было. То есть он настолько идеально был отбалансировал, что он даже на столе вот вообще не вибрировал, говорит. Потому что, когда я с ним разговаривал, да, он у него прям на столе крутился. Ну, он, типа, проверял подшипники, выдерживает там температуру. Просто вот мы разговариваем, он раз подходит, раз говорит, смотри, опять плывет, типа. А так вот визуально ничего, типа. Я так думаю, что это, знаешь, из-за чего? То, что там все-таки реально какой-то процесс происходит, ну. По другим правилам, скажем так, да? И вот он хотел вот это очень сильно изучить, тоже тему. И самое интересное, смотри, я тебе не скидывал одного немца в видео, где у него газовый бтгогенератор. Не помню. Смотри, короче, он ездил в Германию, как раз-таки там вот был тот человек, который вот с ним, немец, который, как его там зовут-то? Который из Гайя. Вот, короче, он его привез туда, посмотреть. Роберт? То есть, типа, вот такие дела. Вот. И скидывает потом видео вот этого немца, который сделал бтгогенератор, типа, трехметровый диск крутится. И по такой же, по такому же почти принципу, как у Слободяна турбина, только тут за счет газа все. То есть, когда раскручивают... Я этого не видел. Я тебе скину тоже, я тебе тоже скину. Короче, гигантская такая, как бы, как тарелка, типа, крутится, внутри газ. Вот, он расширяется, сжимается, и получается халявная энергия там просто киловатт и тепла выходят. Звучит музыка